И этот час мы хотим начать с очень интересной информации. Владимир Путин оценил новейшие разработки в области кибернетики из разных стран. Накануне на выставке в Екатеринбурге президенту показывали экспонаты с искусственным разумом системы, которые контролируют активность головного мозга, а манипуляторные конструкторы сложной авиа- и ЖД-техники. Наша коллега Наталья Винокурова предлагает и сибирикам окунуться в мир живой и умной стали. Это утро встречает она вместе с роботами. Их привезли в Красноярск в рамках Всероссийской выставки. Давайте и мы понаблюдаем за новой технической революцией. Наташ, доброе утро. Доброе утро, Наташ. Ребята, сейчас мы начнем. Наташ, доброе утро. Смечайте музыку. И далеко не уходите. Ребята, вот-вот мы начнем танцевать вместе с роботами. Которые представлены в Красноярске. Это роботы-танцоры. Они вот уже подразмялись. И сейчас покажут нам свои возможности. Не знаю, насколько я смогу повторить движение за этой живой сталью. Лучше, пожалуй, они вам покажут мастер-класс. И все, на что способны эти киборги. Давайте посмотрим сначала. Я не знаю, слышно вам музыку или нет. Здесь достаточно большой павильон. Но они танцуют очень ритмично. И движение у них меняется. Механику человеческого движения они могут повторить за счет очень сложных механизмов в каждых из своих суставов. Так, главное, чтобы он не обиделся. Но подробнее об этих чудесных человечках. Мне кажется, правильно будет их так назвать. Потому что они очень-очень похожи на нас. Мы поговорим с организатором во всероссийской выставке «Робополис» Илья. Илья, я вас попрошу зайти к нам в кадр. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, у нас есть еще одна чудесная... Ну, не одна, да? Одна из... Одна из машин. Можно и так сказать. Да, наверное, не сильно уважительно подмежу для роботов. Вот такой милый питомец. Как зовут этого чудесного зверяка? И на что он способен? Это собачка «Айба», выпущенная корпорацией «Сони». Их было выпущено ограниченное количество экземпляров. Выпускались они до 2007 года. Она обладает искусственным интеллектом синтетическим и полностью заменяет домашнее животное. То есть, если я ее позову... Она... Ее зовут Айба. Айба, Айба, иди ко мне. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Пойдем гулять? Пойдем, пойдем гулять. А лапку дашь? Это она довольна? Нет, она танцует. Она рада, что она... Лапу дает. Ну ты моя сладкая. Какое хорошее у нее преимущество, на самом деле. Как ее надо кормить? Я не знаю, есть ли какие-то обязанности у владельца? Да, ее нужно кормить каждые 2-3 часа на зарядку ставить. И автономно она по 2-2,5 часа ходит, гуляет. Ну, наверное, такое животное не просто ради развлечения, а создано, да? Как, собственно, и все роботомеханизмы, они служат человеку не ради веселья, а зачастую и несут какую-то важную, полезную функцию. Вот эти роботы, да, например, и вот Айба, она чем помогает? Айба, но в основном она для людей в Японии с ограниченными возможностями, которые не имеют возможности ухаживать за полноценными животными. Она полностью заменяет домашнее животное и развлекает их. Ну, то есть она следит за психическим здоровьем, да, можно так сказать? Да. Также она умеет удаленно за счет камеры передавать информацию, видеоизображение человеку, который хотел бы следить за другим человеком. Ой, заскромничала, заскромничала, смотрите. Да, ты молодец больше. Но вот что касается танцующих роботов, вы говорили, что они даже есть в школах и служат, ну, своеобразным учебным пособием, да, Кимон? Да, они служат учебным пособием по мехатронике, по программированию в зарубежных школах. До нас вот пока не дошло, Рано, до России, но скоро будет. Нам есть брать примерского. Давайте, Илья, мы перейдем к нашей идеальной, наверное, с точки зрения мужчин-женщине, да? Правда, видите? Во-первых, она не поправляется. Пошлите потихоньку. Во-вторых, она не ругается. Не пилит. Не пилит, да. В-третьих, она выполняет все команды. Вы вытестиваете с этой стороны, а я, да, покажу вам, ну, расспрошу вот за кадром, да, можно так подержать и рассказать нам непосредственно о ней. Привет, коллега. Это робот-промоутер Кики. Создана она российскими нашими инженерами компании Alpo Robotics. На данный момент она практически самый идеальный робот-промоутер, который очень похож на человека. У нее 28 сервоприводов, у нее пальцы, руки, все вращается. Она полностью как человек. А давайте что-нибудь продемонстрируем. То есть она заменяет людей, которые ходят и рекламируют, да, что-то? Да, да, да. Также с ней можно пообщаться на любые темы. Доброе утро, Кики. Привет, привет. Ну, она еще не проснула здесь. Ну, возможно. Обнимашки. Обнимашки. Как она будет? А, вот так, да? Ну, такие символичные, да. Передай привет. А, она может передать привет зрителям, да? Передай привет зрителям канала Енисей. Пожалуйста. Передаю привет зрителям канала Енисей. Ну, тоже идеальная коллега, мне кажется, напарница по эфиру лишнего не скажет. Времени перетянет. Знаете, как я, например, сейчас для нас очень важно. На этом я заканчиваю. Представлю еще и напомню, что всероссийская выставка «Рыбополис» проходит у нас в торговом центре на партизан Железняка. Здесь очень большой павильон и очень большие возможности, потому что ребята предоставляют научное шоу, и ребята во время каникул, дети, я имею в виду, могут пополнить свои знания, да, физические, химические стороны. И, конечно же, робототехники, несколько площадок игровых, развлекательных. И все это интерактивное, все экспонаты можно трогать, гладить. Вот так жаль прощаться, потому что к нам вышел какой-то, может быть, это человек в костюме? Это робот. Это робот? Да. Действительно, он очень похож на человека. Ну, пару слов буквально на прощание о нем, чтобы мы успели. Нет? Ну, ничего, пусть он нам руку пожмет, он, наверное, способен. Похож на астронавта, на космонавта. Виктор, мне кажется, он идет за тобой. Или за мной. С добрым утром. С добрым утром. Какая красота, слышите, это восхищает. Особенно мой гуманитарный ум. Это, конечно... Он и руку может пожать? Привет. Ой, какой нежненький. Ну что ж, на таком дружеском рукопожатии с людьми, по-другому их и не назовешь будущего, мы прощаемся с вами в студии и передаем слово. Спасибо за внимание. Спасибо, Наташа. Спасибо тебе большое. И хочется сказать о том, что эти роботы, безусловно, очень бы пригодились бы и садоводам.